На дно ЖЭО больше. В Люберцах, на месте, где раньше располагалась Люберецкая управляющая компания, открыли обновленный офис. Сменилось и название. Теперь это ЖЭО-9, который входит в структуру акционерного общества Люберецкий городской жилищный трест. Мой коллега Григорий Борванин побывал на открытии. Держу, держу. Разрезал? У нас же с вами большой. Этот момент можно смело назвать историческим. Около года прошло с момента слияния ЛГЖТ и Люберецкой управляющей компанией. И вот на месте старого открылся обновленный офис. А в структуре городского жилищного треста образована еще одна ЖЭО. Оно получило порядковый номер 9. Сегодня хорошее, силовое помещение. Абсолютно комфортная обстановка. Все осознано для того, чтобы люди могли работать. А жители приходят. Тем более здесь более 14 тысяч жителей проживают именно в домах, которые будут обслуживать ЛГЖТ или 9-е ЖЭО. Поэтому я думаю, что жителям будет комфортно. Те, кто будут здесь работать, тоже комфортно. Название новое, функционал прежний. Обслуживание населения, помощь в решении возникающих коммунальных проблем. Как отметила начальник ЖЭО-9 Татьяна Екатеринчева, с этим все 23 специалиста справятся. Каждый работает в этой сфере не первый год. Коллектив сформированный, коллектив уже давно работает. И в Луке они работали. Сейчас они перешли в ООО ЛГЖТ. Поэтому люди своих техников-смотрителей, жители знают. Заявки от жителей будут принимать в основном по телефону или в электронном виде. Можно прийти лично. Первых посетителей в новом офисе ЖЭО обслужили сразу же после его открытия. Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.